Дополнительное время На старт, внимание, марш! Опытный футболист Василий Илюшкин. По словам спортсмена, секрет успеха в том, что всех игроков между собой связывает давняя дружба. Поэтому их команда такая сплоченная. У нас очень слаженный коллектив. Команда давно играет, друг друга все понимают. Ну и настрой, самый главный настрой перед игрой. Несмотря на разгромный счет на табло, спортсмены из арсенала не спешили сдаваться. В футболе все может измениться в один миг. Поэтому игроки делали ставку на второй тайм. То, что происходило в первом тайме, конечно, сложно объяснить. Потому что команда не может между собой не то что сплотиться, а сыграться. Видно, команда немного сильнее нас, конечно. Но мы пытаемся отыграться и вообще выиграть. Второй отрезок игры показал, что арсенал действительно по-прежнему настроен на победу. Уже на первых минутах тайма они отправили в ворота Буревестника первый мяч. Но получили в ответ еще один. Матч закончился со счетом 1-8. Сегодня команда Буревестник находится на второй строчке турнирной таблицы. А это значит, что до чемпионства совсем немного. И ребята готовы сражаться за золотые медали до конца. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Не очень утешительные новости из стана ФК Саров. 18 августа наша команда уступила в домашней игре чемпионат области Нижегородскому Олимпийцу со счетом 0-1. Исход встречи, к сожалению, разочаровал болельщиков. Автогол. В прошедшие выходные на авангарде прошел 10-й юбилейный турнир Рафиацмнеев по пейнтболу. Организовывают его ребята из единственной, представляющей наш город за периметром, команды «Реактор». А участвуют в нем все желающие. К слову, для участия даже не надо было приносить свое собственное оборудование для игры. Все выдавали на месте. Все подробности у Елены Гритковой. Инженеры, исследователи, научные сотрудники ядерного центра сменили офисную одежду на спортивную для того, чтобы с оружием в руках выяснить, команда какого отделения сильнее. Ежегодный чемпионат по пейнтболу «Ядерный удар» собрал несколько команд. К названиям своих сборных некоторые подошли с юмором. «Зоркий глаз», «Дятлы из Дукласа», «21 элемент». Сотрудники одного конструкторского бюро назвали команду «Винни-Пух». Потому что мы медведи, потому что нам без разницы поражение, победа – главное участие. Забавное название сборной не отменило серьезного настроя на борьбу. Пейнтболист с многолетним стажем Кирилл Мамонов участвует в чемпионате ради спортивного драйва. Спортсмен точно знает, что тщательная подготовка перед сражением – лишь одна из составляющих будущей победы. Поэтому перед выходом на площадку игроки тщательно экипируются. Хотя пейнтбол считается безопасным видом спорта, шарик с краской, выпущенный из маркера с сжатым воздухом, может травмировать открытые участки тела. Залог успешного завершения боя – это грамотные и слаженные действия игроков на поле. «Надо сразу занять удобную позицию и от нее уже отстреливаться. Но засиживаться на одном месте тоже нельзя, так как у меня уже опыт есть в тигре маленькой. Надо двигаться вперед. Как бы если чувствуешь, что уже двух-трех человек вот и попал, надо двигаться и дожимать сразу». Чемпионат проходил по круговой системе. Команды играли друг с другом до двух побед. Набравшие не большее количество очков становились участниками полуфинала и финала. В этот раз сменить душный офис на пейнтбольное поле решили шесть сборных из различных подразделений ядерного центра. «У нас сейчас количество плавно пересекает в качество. У нас больше собираются такие вот устоявшиеся команды с игроками, с опытными, которые умеют играть, которые какой-то опыт имеют». Посмотреть на пейнтбольные бои и поддержать участников турнира пришли коллеги, друзья и родственники. Короткая перестрелка и вот уже одна из команд возвращается с площадки с победой. После завершения игры участники и болельщики делились впечатлениями, указывали на промахи и давали советы по тактике ведения боя. Круговая система чемпионата позволила некоторым командам отыграться и исправить свои ошибки в игре со следующим соперником. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Если вы встретите Анну Архипову на улице, вы скорее всего даже и не подумайте, что эта с хрупкой с виду девушка может поднять штангу весом в 120 килограммов. Она, кстати, совсем недавно вернулась из Крыма и привезла оттуда еще одну спортивную награду серебряного достоинства. Все подробности в нашем сюжете. Даже в отпуске Анна Архипова не может без спорта и покорения новых спортивных высот. Отдыхая в Крыму, девушка, несмотря на старые спортивные травмы, все равно решила вновь испытать вкус победы и отправилась покорять вершины не только Крымских гор, но и спортивного помоста в городе Коктебель. Я не планировала участвовать, я не видела календарь соревнований вообще никак. Для меня это была вот новость. Пришла в зал, то есть у нас там ребята работают в Судаке, где отдыхала. Ну и говорят, Ань, слушай, соревнования будут в Коктебеле. Я говорю, ну классно, съездим, посмотрим. Почему посмотрим? А выступить? Несколько дней сомнений и решений принято. Правда, тренер Анны Владимир Калиниченко, когда услышал эту новость, посоветовал для начала найти приличную больницу. Итог – серебряная медаль и невероятное удовольствие от выступления. Тренер, узнав результаты, похвалил и поругал свою воспитанницу. С одной стороны, он понимает, что остановить спортсмена невозможно, если мы что-то захотим. А слушаться я его не могу, если бы он мне сказал, вот прям нет, все, не выступаешь. Скорее всего, я бы не выступила. Но и похвалил, потому что все-таки, ну, результат есть. В финальном подходе вес штанги у Анны равнялся 120 килограммам. Да и выступать ей пришлось не в своей весовой категории. А значит, и соперницы были и сильнее, и веса брали совершенно другие. Соперница такая у меня удивительная. Ей 56 лет. 56 лет. Женщина начинала с веса 145. 145. И закончила на 150 килограмм. О своей будущей спортивной карьере Анна Архипова говорит очень осторожно. Старые травмы дают о себе знать даже в повседневной жизни. Но испытывать чувство эйфории от победы тоже хочется. Особенно после такого успеха. Владимир Калиниченко предложил ей начать тренироваться снова. А это вселяет и силы, и уверенность в спортсменку. А значит, все впереди. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. А еще ушедшие выходные подарили жителям города турнир по дарцу. Там было сразу несколько дисциплин. Все подробности в сюжете Ирины Вышегородцевой. Мишень, несколько дротиков и желание попасть в цель. И главное качество, которыми должен обладать стрелок – меткость. Сегодня по всему миру проводят множество турниров по дарцу. Традиционный открытый чемпионат по этому виду спорта прошел и в Сарове. Он у нас уже проходит с 2015 года с участием иногородних спортсменов. Вот в этом году приехали первый раз ребята из Пензенской области, из Мордовии. Приехало такое довольно большое представительство – пять человек. И из нашей области всего 25 участников было. Команда Ильи Садова приехала на соревнования из рабочего поселка Сокольского. В турнирах спортсмены участвуют совсем недавно. За полтора года существования команда побывала на областных и всероссийских чемпионатах и успела достойно зарекомендовать себя. В Сарове молодые люди обыграли прошлых чемпионов и положили себе в копилку золотую медаль. Мы очень рады, что мы обыграли наконец-то сборную Нижегородской области. Она была практически в сильнейшем составе. Для нас это большой такой шаг вперед. И так скажем, мы очень этому рады. В свои 21 Илья Веретенников неоднократно становился победителем областных и всероссийских турниров. На чемпионате в Сарове спортсмен в очередной раз стал первым в личном первенстве среди мужчин. Молодой человек уверяет, что на соревнования он приезжает не только за наградами, но и за общением. Чтобы расслабляться, для того, чтобы отдыхать, общаться и проводить время в компании друзей. В личном первенстве среди девушек первое место заняла саровчанка Ольга Новоселова. Второе досталась Анастасия Горская из Саранска. До победы девушке не хватило всего нескольких очков. По мнению Анастасии, для участия в таких соревнованиях требуется не только точный расчет и меткий бросок. Спортсмену очень важно контролировать свои эмоции. Не волноваться, не переживать, иначе будет трястись рука. И дротики не будут идти туда, куда необходимо. То есть, это же, конечно же, возобладание с собой, это тренировки и, конечно же, это работа. По итогам соревнований в командам первенстве первое место заняли спортсмены из Сокольского, второе, сборная Нижегородской области, третье, ураган из Сарова. Все участники турнира получили дипломы, медали и памятные подарки. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. 25 августа на домашнем стадионе «Икар» наши футболисты проведут матч с одним из лидеров турнира – «Борским Спартаком». Начало встречи в 15 часов. Приходите! На этом все. Актуальные спортивные новости смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!